Песню из киноленты «Свадьба с приданным» здесь наизусть знают абсолютно все. В творческом клубе только советские хиты. Да и вообще Владимир Максимович, в прошлом комбайнер, а теперь творческий интеллигент, здесь для многих пример. Поет, танцует и читает стихотворения. Не каждый молодой поспеет за ним. Прочитал Пушкина. Три девицы под окном, пряли поздно вечерком, и тогда вечером буду рассказывать. Или погиб поэт, это Лермонтов писал. Погиб поэт невольной честью, пола клевета намал бой. А тут еще, ой, какой же я забылся. В таких условиях действительно сложно не забыться. Комнаты для постояльцев оборудованы, как в гостинице. Просторные коридоры, дорогая мебель. Здесь каждый найдет занятия для души. Вот, например, бывшая доярка Мария Васильевна открыла в себе способности флориста. Любовь с цветами, судя по всему, взаимна. Я прихожу, здороваюсь, она не служит. А еще здесь несколько кабинетов терапии, спортзал, массажное, шестиразовое питание и даже бильярдный стол. Синогорский пансионат ветеранов рассчитан на полсотни человек и сейчас практически полностью заполнен. Жизнь здесь для каждого пенсионера, очевидно, выбор осознанный. Один раз вроде попытался войти, не отказался. А тут уже решился, сам решился. Причем не в Абаканский дом ветеранов, а именно в Синогорский. Тут много разных плюсов. Еще недавно это был лишь очередной долгострой, замороженный больше 16 лет. Активное возведение началось в 2012-м при волевом решении правительства и компании «Русал» вложить в проект по 30 с лишним миллионов рублей. Здесь надеются, что такое внимание к старшему поколению не будет единичным. Хотелось бы, конечно, улучшать материальную базу, и чтобы информационное поле у нас было больше, и чтобы специалистов у нас было больше. Хотелось бы, но я думаю, со временем решиться, потому что правительство нас не оставляет без внимания. Заботу мы эту чувствуем регулярно, постоянно. Ну а пока в планах руководства расширить список медуслуг, построить баню, завести почву и сделать огород. Даже в нынешних условиях каждый пенсионер здесь, как у Христа, за пазухой. В подтверждение тому Свято-Троицкий храм, расположенный за забором. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.